Здравствуйте дорогие зрители и подписчики канала биты пиксель с вами марк юзанас и сегодня я бы вам хотел рассказать о последней итерации серии игровых файтингов Guilty Gear под заголовком Strife. И сразу же хочу обозначить свою позицию. Я люблю файтинги, я переиграл во все части Текена, Soul, Калибра, Mortal Kombat и уж тем более Guilty Gear. Раньше, когда я еще и активно играл в XXRevote, я даже участвовал в местечковых чемпионатах по этой игре и даже пару раз занимал призовые места. Но к сожалению годы идут, свободного времени становится меньше и уже так активно задротить файтинги, изучая все тонкости механики и умения персонажей, к сожалению не получается. Буду оценивать Strife с точки зрения обычного игрока, которому нравятся файтинги. Я это уже неоднократно говорил, но повторюсь, серия Guilty Gear является одной из моих самых любимейших серий файтингов. От части к части Guilty Gear не так чтобы очень сильно менялся на самом-то деле. Действительно, зачем придумывать велосипед, если уже придуманные механики работают? В основном это все развивали, углубляли, добавляли новых персонажей, новые спецудары, новые комбинации и т.д. и т.п. по нарастающей. Strife же сильно отличается от предыдущих частей игры. Игра по своей динамике стала медленнее и это ключевое глобальное изменение в Strife. Поверьте, вот это одна особенность динамика самого боя. Очень многих игроков либо отпугнет, либо наоборот заставит присмотреться к этой игре повнимательнее. Потому что многие люди просто не поспевали за динамикой происходящего в Guilty Gear. Для них то, что творится на экране, выглядело как мишанина из спецэффектов, где ничего не понятно, все происходит на ультра скоростях и как вот в это во все безобразие вставить там свой удар, какую-нибудь тактику у многих людей не получалось. Теперь же действие на экране стало медленнее, но оно не потеряло в тактичности, в глубине, оно просто видоизменилось. Ближайший аналог, с которым, я уверен, очень многие знакомы, это супербыстрый Mortal Kombat 10 и гораздо более медленный Mortal Kombat 11. Но это далеко не показатель качества самих игр. Так же и здесь. Мне лично была по душе больше динамика предыдущих частей Guilty, но с другой стороны, в Strife, благодаря вот этому замедлению геймплея, убрали многие элементы, которые мне как раз таки не нравились в предыдущих частях. Как пример, убрали многоударные джаглы, где ты подбрасываешь оппонента в воздух и проводишь серию 20-30-40 ударную комбинацию в воздухе и, возможно, было о половине здоровья соперника буквально за одну комбу. В Strife подобного нет. Ударов здесь гораздо меньше, но они стали мощнее и гораздо сильнее бьют по оппоненту. В углу игру тоже переработали. Теперь проблематичнее стало зажимать оппонента на краю экрана. После нескольких последовательных ударов стена проламывается и игроки перемещаются на соседнюю локацию. Если вы помните, подобная механика была еще в серии Injustice. Бой в одну калитку, если вас уж зажали в углу, он сбрасывается после того, как вас выкинуло за экран. И теперь вы снова стоите по центру арены, вы уже не в углу и уже можете что-то противопоставить оппоненту. Помимо всего прочего, теперь игра поощряет игроков за активные действия. У того, кто больше двигается вперед и атакует, быстрее копится так называемый теншенметр, который используется для применения улучшенных суперударов, кэнселов и прочего, по аналогии с подобной шкалой в крайних частях Мортал Комбат. Ну, а при частом блокировании копится риск метр. Вкратце, если ты начинаешь сидеть в глухой обороне, то в очень скором времени ты начинаешь получать больше урона. Все эти механики были и в прошлых частях, но теперь и риск и теншен, ну, судя по моим наблюдениям, копятся гораздо быстрее и сама игра как бы заставляет тебя как можно скорее переходить к активным действиям, а не сидеть в глухой обороне. Это теперь наказывается игрой гораздо быстрее, чем раньше. Ростер бойцов, особенно по сравнению с предыдущими частями, очень даже невелик. Всего лишь 15 персонажей на старте. Но вспомните, что на старте нам предлагал тот же Street Fighter V. Там тоже не особо много персонажей на выбор было, но со временем пона выходили DLC, дополнения и теперь персонажей там более чем достаточно. Судя по тому, что разработчики обещают, Guilty Gear пойдет примерно той же дорогой. Персонажи будут постепенно дополняться. Моего любимого, Венома, тут, например, на старте нету. И я надеюсь, что в DLC-шках его, как и многих других персонажей, добавят. Также в Ростере появилось два новичка в серии. Это афросамурай Нагориюки и рыжая девушка, сражающаяся вместе с неким духом Болка Джованна. Последняя очень подойдет для новичков. Она достаточно проста в освоении, у нее быстрые удары и относительно просто всех их исполнять. Нагориюки же это уже другой разговор. Вся механика этого персонажа в основном строится на удачных контр-ударах. Он достаточно медленно двигается, у него гораздо более сложные тайминги, атакует в основном размашистыми ударами с большой дистанцией почти на пол экрана. Персонаж мне очень понравился, как и своим стилем боя, так и визуально. В общем, в дальнейшем буду его осваивать. Сюжетный режим Guilty Gear я всегда пропускал. Потому что, по сути своей, это больше представляло из себя визуальную новеллу, где нету геймплея вообще, то есть запустил сторимод, все, положил геймпад, можешь его выбросить куда-нибудь, все. Ты смотришь кинцо, где говорящие и едва двигающиеся головы что-то там обсуждают, решают мировые проблемы. В предыдущих частях мне хватало максимум минут на 20 этого режима, потому что скучно, просто скучно было. Здесь же суть осталась такая же, то есть геймплея в сюжетном режиме нет, это просто кино. Но в этот раз здесь присутствуют не только говорящие едва двигающиеся головы, а появилась какая-никакая постановка, да и сюжет с самого начала захватывает внимание. Конечно, все это можно посмотреть и на ютубе. Сюжет предыдущей части Guilty Gear X-Art, например, даже на официальном канале Arc System Works лежит. Здесь же это вполне себе неплохое 3D аниме, как довесок к основной игре, вполне себе. Сюжет предыдущие игры Сюжет предыдущие игры Guilty Gear X-Art тоже стоит обмолвиться словом, потому что саундтрек Guilty всегда, абсолютно всегда, во всех частях был просто шикарнейшим. И Strive не отстаёт, да и суки из Шиватари, как обычно, лабает рок и металл как надо. Многие геймеры даже шутили, что при покупке нового альбома из Шиватари в дорезок вам прилагается бесплатная игра под названием Guilty Gear. То есть вот насколько это охренительный саундтрек. Ну, я думаю, по ходу обзора вы уже поняли, что в игре на заднем фоне творится. У меня вот больше всего бесит дженерик оркестровые темы в играх. На экране происходит какое-то безумие, два героя сражаются за судьбы мира, а на фоне в Guilty Gear подобного не встретишь. Да, играется и ощущается теперь по-другому. Мне эти изменения лично нравятся. Конечно, надо привыкнуть к тому, что тут всё чуть-чуть медленнее происходит, но после того, как я привык, получал неимоверное удовольствие. В итоге получился достаточно добротный, хорошо скроенный файтинг, который всем любителям жанра я настоятельно рекомендую к ознакомлению. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok